Теплотрассу, к которой подключена больница номер 4 во Владивостоке, не ремонтировали годами. Трубы шли прямо под корпусами медучреждения, на них копился конденсат, отчего в помещениях стояла сырость. Но в прошлом году, благодаря выполнению перечня наказов избирателей и усилиям депутатов городской думы, удалось заменить теплотрассу. Теплотрасса теперь не проходит под полом отделения сестринского ухода, как было раньше. Она вынесена за пределы. Что это значит для нас? Для нас это значит, что теперь мы хотя бы можем что-то планировать. Можем планировать реконструкцию системы отопления, можем планировать капитальные ремонты. Реконструкция теплотрассы в больнице – это один из наказов избирателей депутатам городской думы. Всего по итогам прошлого года удалось осуществить 84 социально важных проекта на сумму 150 миллионов рублей. Отремонтированы подъездные пути к медучреждениям города и детским садам, произведен ремонт дорог и внутриквартальных проездов. Для удобства пассажиров оборудованы новые остановки. Восстановлены лестницы, пешеходные дорожки, уличное освещение. И сейчас городские депутаты уже приступили к выполнению наказов на 2016 год. Наиболее важный, как мне кажется, наказов – это ремонт дороги к детскому дому номер 4, ремонт дороги к детскому противотуберкулезному диспансеру, ремонт подпорной стены около средней школы 78. В прошлом году мы отремонтировали 75-й школы подпорную стену. Вот двигаемся дальше. В первую очередь депутаты направляют силы и средства на социально важные объекты – больницы и образовательные учреждения. Тем самым создавая во Владивостоке комфортную среду для жизни. Наталья Смоленинова, Павел Филатов, Панорама.